как же прекрасно снова поздороваться со всеми зрителями телемагазина и с тобой денис конечно и с тобой аня и хотелось бы сегодня поговорить и о здоровье и о людях которые ведут здоровый образ жизни и о многих многих других темах о чем будет наша сегодняшняя программа вы узнаете через мгновение оставайтесь телемагазином до самого завершения поехали сегодня в телемагазине пандемия коронавируса заставила людей полюбить спорт столичные парки полны энтузиастов которые во что бы то ни стало стараются подготовить свое тело к лету подробнее в сюжете нашего корреспондента имбирь чеснок и цитрусовые жители америки и европы сметают с прилавков продукты в надежде спастись от коронавируса позаботьтесь о своем здоровье здоровье своих близких приобретайте тонометр от волнео по супер цене подробнее о том как он работает поговорим сегодня с врачом-терапевтом не можете отказаться от чашечки кофе в любимом ресторане или тратите все деньги на бессмысленные покупки виной тому могут быть запахи обо всех аром и уловках заведениях узнаете сегодня в телемагазине ну а теперь давайте поговорим о нашей с вами красоте а также красоте домов где мы с вами живем все чаще для украшения своих домов люди выбирают декор изготовлен из экологически чистых материалов сегодня мы расскажем вам о мастерице золотыми руками виктории чеботарь кажется она способна создать абсолютно все в технике макраме подставки для цветов салфетки и скатерти и даже качели каждое изделие виктории настоящее произведение искусства виктория занимается рукоделием уже много лет за это время девушка попробовала разные техники но после поездки во францию она познакомилась макраме влюбилась в изделия и решила создавать искусство прямо у себя дома я заказала нити за границей пока ждала материал изучила несколько моделей мне показалось что они такие простые легкие но в то же время потрясающие мне казалось что на самом деле макраме это не так уж сложно когда я получила нити а подумала уау это то что мне нужно но мои первые работы получились асимметричными это был настоящий провал однако усердие желание заниматься именно этим творчеством перебороли неумение и неловкость теперь виктория творит вместе со своим братом ему приходится работать даже усерднее мужчина изготавливает свои работы из дерева у меня особая страсть к вещам которые естественны и близки к природе самого начала нашим принципом стало изготовление вещей натуральных максимально близких к природе мы делаем это не потому что эта тенденция потому что наше творчество экологично а еще такие вещи меньше стальных загрязняют окружающую среду еще несколько лет назад деревенский стиль или боха чаще всего встречался в домах художников или любители чего-то очень необычного сейчас же создание в доме атмосферы фермерского домика скорее модная тенденция чем индивидуальный выбор немногих считается что такой стиль дарит состояние комфорта и расслабляет но если вы решитесь начать плести в технике макраме не думайте что все будет легко и просто с первых шагов я пробовала плестить детские качели подвески для деревянных полок и горшков с цветами это очень интересная идея многие люди отдают предпочтение таким изделиям чтобы не использовать пластиковые крючки которые абсолютно неприглядны а вот вешалка из нити смотрится аккуратно и необычно за короткое время викторию удалось собрать целое сообщество любителей макраме на своей странице в грамм теперь отбой от клиентов у девушки нет работы молдаванки ценятся как на родине так и за рубежом но британские власти будут наказывать родителей которые в сентябре не отправят своих детей в школы об этом заявил министр образования соединенного королевства он заверил что в учебных заведениях будут приняты все меры безопасности так что ученикам нечего бояться руководители учебных заведений при этом считают что санкционирование родители плохое решение большинство британцев считает что наказание за непосещение школы несерьезная мера и даже называют это шуткой многие из родителей говорят что в их праве теперь наказывать школу за то что сначала карантина не проводилось никаких уроков для детей многие британцы считают что онлайн образование казалось не эффективным как тебе такая новость я не знаю я не знаю как ко всем относиться то что онлайн образование самого начала пандемии карантин не совсем эффективно это по моему поддержки все родители да но о том что наказывать детей родители чьи дети не идут в школу при этом дети полдня должны провести в масках и в перчатках при этом мы будем калечить их здоровье то есть я не знаю как этой новости относиться я думаю что после этой новости последующих до других хотелось бы далее веселой новости но дали тоже не совсем веселая даже сказал бы грустная новость особенно для любителей цирковых представлений знаменитый цирк дюссалей объявила банкротстве за время пандемии накопилось накопились долги в размере почти одного миллиарда долларов дюссалей были вынуждены уволить три с половиной тысячи сотрудников уже после 36 лет активной работы любимой во всем мире цирк дюссалей впервые отменил все свои шоу доходы зафиксированной компании смарт равны нулю канадская пресса при этом оптимистично пишет что у дюссалей еще есть шанс на восстановление сейчас руководство цирка занимается поиском кредиторов и разработкой плана возобновления деятельности я более чем уверен что этот цирк сможет найти инвесторов и все у них наладится потому что один из самых известных цирков на планете и у них шикарные программы на их представлениях ходят тысячи людей ежедневно посещают тысячи людей поэтому я думаю что этот цирк должен жить должен существовать да и онлайн версии мы тоже смотрели когда начала началась как бы начался период карантина и очень хочется верить что все будет хорошо между тем запах в руках маркетологов может стать очень мощным оружием способным манипулировать вашими чувствами и желаниями если в магазине например или отель или ресторане вы в который вы заходите чувствуется запах фруктов цветов или натуральной кожи знаете это не случайно ароматные уловки используется в разных заединения для того чтобы вы чувствуя свой любимый запах тиреалибдительности вам захочется возвращаться сюда снова и снова и совсем незаметно для себя вы можете купить то что вам совсем не нужно нунтоддеауна миросу де пыне сау прэжитуре это результатul продуселор проаспат скоасе динкуптор и нимик альцева декат о стратегии демаркетинг астфель патронии локалурилор сау магазинелор не манипулеаза симптуриле и арно и сунтем гата са скоатем бани дин бузонар мария чёбан менеджер одной из самых престижных столичных компаний занимающихся профессиональным арома оформлением помещений специально для зрителей телемагазина мария раскрыла несколько секретов своей работе обычно мы ставим перед собой несколько целей которых мы должны достичь с помощью наших ароматов мы должны повысить аппетит посетителей стремимся увеличить продажи и создать комфортную зону для всех еще одна цель создание ароматы который становится лицом бренда владельцы некоторых крупных заведений все чаще и чаще хотят создать аромат который будет запатентован только ими и не сможет использоваться больше никакими компаниями такое удовольствие стоит около трех тысяч евро но эта услуга арома компании в последнее время набирает популярность в магазинах для взрослых используют часто ароматы клубники или арбуза потому что именно они способны пробуждать тайные чувства и желания у нас есть пудровые оттенки ароматов это очень чувственные запахи наша коллега юлия отправилась в один из столичных ресторанов чтобы узнать обо всех хитростях которыми пользуется здесь и о том как привлечь ароматом даже самых привередливых посетителей днем в ресторанах где можно выпить кофе или пообедать обычно используются запахи кофе ванили или цитрусовых в зале где готовится пицца используем ароматы печенья тортов свежеиспеченного хлеба это стимулирует аппетит денис занимается гостиничным бизнесом уже около 20 лет мужчина рассказывает что подбор нужного аромата это 60 процентов успеха в работе отеля мы больше склонны к мужским запахом мужской запах он нравится всем в первую очередь женщин где есть дома там всегда есть мужчина если вы совершая покупки обнаруживаете иногда что случайно потратили все деньги не переживайте это не всегда ваша вина или шапоголизм возможно вы просто потеряли голову от соблазнительного запаха который и заставил вас купить кучу ненужных вещей магазин или корресе респекта респектабельные магазины обычно покупают дорогие качественные ароматы у каждого бренда свой стиль мы используем аромат дени манго и ванили они создают приятную атмосферу в которой нашим посетителям хочется делать покупки психологи объясняют это тем что разные ароматы вызывают у нас разные ассоциации например дорогие духи с нотами мускус и воздействует на наше подсознание и создают ощущение благополучия элемент уэстаде не роз запах выпечки очень часто возвращает нас прошлое когда мама готовила выпечку мы были маленькими это создает такое ощущение спокойствия и доверия а мы автоматически совершаем эту покупку не обдумывая ее и не воспринимая критически многие специалисты утверждают что не стоит воспринимать ароматы как способ манипулирования но тот или иной запах может заставить нас совершить покупку или отказаться от нее а если вы наполните вашими любимыми ароматами дом возвращаться туда всегда будет вдвойне приятно а уютная атмосфера подарит вам желание творить и заниматься чем-то полезным знаешь может даже интересно когда тобой иногда манипулирует запах потому что я на самом деле могу влюбиться из-за запаха потому что сначала мы чувствуем что-то да потом возможно кого-то видим вот поэтому я тоже наверное у меня память где-то там застревает в тех помещениях или вообще запахами все равно присутствует поэтому да для меня запах это прямо особая история мне кажется у каждого дома должен быть свой особый запах и действительно туда будет тянуть хотелось бы еще конечно чтобы все кто занимается вот этими ароматами изобрели специальный аромат который бы может быть мотивировал людей заниматься спортом вести здоровый образ жизни это было бы точно такое купила чем пандомия коронавируса карантин и самоизоляция заставила многих людей по-другому взглянуть на активный образ жизни в целом кажется что как только в кишиневе открылись парке даже те кто до этого не особо любил спорт отправились на пробежки и утреннюю зарядку жители столицы просыпаются с первыми лучами солнца и с удовольствием выполняют комплексы упражнений для поддержания красивого тела и общего здоровья среди любителей активно начинает свой день и наш корреспондент саманта араб не существует на него заставка день в курсе день в парк как проводить тренировок кишинэуэйн-эйлор в этом вечером. Большинство любителей спорта, которые мы встретили в парке, предпочитают бег или спортивную ходьбу. Желающих заниматься так много, что они даже не помещаются на специальные дорожки, которые для них предназначены. Начинается у меня отрасль маленькая пробежка, 20-25 минут, потом идет вообще размягчат. Я делаю примерно 4 круга, это около 10 километров. Я начинаю в 6 часов утра, потому что в 7 уже жарко и тут очень много народа. Конечно, я хочу похудеть, но в целом спорт полезен для здоровья. Некоторые проходят несколько километров вокруг озера и отправляются домой. Другие же остаются здесь, чтобы сделать еще и комплекс силовых упражнений. Эта девушка, например, начала тренироваться в парке из-за пандемии коронавируса. А теперь рассказывает, что занятия спортом на свежем воздухе даже лучше, чем в зале. Уже около месяца в 7 часов утра начинаются утренние занятия спортом. Эти тренировки очень приятны. Я всегда тренировалась в спортивном зале, и это огромная разница. Преимущество тренировок в парке в том, что вы получаете совершенно другие ощущения. Чувствуете меньше усталости, когда приходится прилагать усилия при выполнении упражнений. Основное правило – быть осторожным, чтобы не получить солнечный удар. С утра в парке и много марафонцев. Михаил Чабан бегает по утрам Валя Мурилор уже около 10 лет. Спортсмен говорит, что очень рад видеть здесь столько людей, увлеченных спортом. Мы занимаемся этим более 10 лет каждый день. Но занятия спортом одинаково полезны для всех жителей Кишинева, независимо от того, где они живут. Занятия спортом – неотъемлемая часть семьи Кырнац. Упражнения для здоровья и хорошего настроения выполняют все – от мала до велика. Тренировка длится час, а глава семьи следит за тем, чтобы она не была слишком сложной и выматывающей для самых младших. Мы сперва идем пешком, потом бежим, затем снова идем. Зависит от того, как быстро устает самая маленькая девочка. Затем мы останавливаемся около ручья, делаем разные упражнения, тренируемся со штангой. Чтобы разбудить тонус мышц и сформировать крепкий скелет на будущее. Каждый из этих людей доказывает, что составить свой режим дня таким образом, чтобы в нем нашлось место для спорта, несложно. И не забывайте, что никогда не поздно приобрести новую, а главное – здоровую и полезную привычку. Увидели мы и продюсеры нашей программы на утренней пробежке. И рады, что вы так ходите. Это была спортивная ходьба. Я хочу только, наверное, сказать, что мы гордимся нашими всеми героями, которые утром брали интервью в рамках этого сюжета. Потому что, ну, вот это здоровое общество. Благодаря этим людям, наверное, мы преодолеем любые невзгоды, любые преграды и преодолеем и коронавирус. А вот австралийцы, надо у нас учиться. Слушай, мне как здорово, что это такая положительная черта, которую подарила нам эта пандемия. Но не только все негативное. Между 7 и 8 часами в парках просто места нет. Все занимаются спортом. Так вот, австралийцы в ожидании второй волны коронавируса. Снова они уже начали сметать спряталку от туалетную бумагу. Некоторым из супермаркетов даже пришлось установить специальные ограничения. Теперь в одни руки можно купить только несколько рулонов. Эффективного способа подавить панику власти страны пока не изобрели. И просто называют все это смешным. Ну, по факту, новая волна паники вызвана тем, что люди боятся снова отправиться на самоизоляцию и в их дома. Поэтому они запасаются средствами гигиены, продуктами питания. В начале пандемии, кстати, туалетная бумага стала одним из самых популярных товаров среди китайцев. Просто хит-продаж. Ну, использовали ее, кстати, жители Поднеместа не совсем по назначению. Они оборачивали туалетную бумагу руки, чтобы прикасаться к разным поверхностям. Открывали двери или нажимали кнопки лифта с помощью туалетной бумаги. Сподвигла эта паника людей и на новые изобретения. Теперь вы можете зайти на специальный сайт и узнать, на сколько дней хватает одного рулона туалетной бумаги в вашем доме. Далее в программе. Пандемия коронавируса вносит и приятные изменения в мир. Теперь у каждого из нас есть шанс отдохнуть в Италии совершенно бесплатно. Как? Расскажем совсем скоро. В период пандемии выросли продажи абсолютно на все продовольственные товары. Какие-то из них исчезли в прилавках из-за панической необходимости людей делать импульсивные покупки. Другие же раскупили, потому что действительно полезные во время риска заражения инфекцией. Например, по подсчетам маркетологов, продажи имбиря. Имбиря в США увеличились в этот период на 94%, а чистоканы 62%. Жители Европы, напротив, в это время отдавали предпочтение цитрусам, особенно лимонам. Эти фрукты тоже известны своими целебными и противовирусными свойствами. Однако врачи в один голос напоминают, что защитить вас от коронавируса не смогут ни лимоны, ни чеснок, ни какие-либо другие растения. Тем не менее, эксперты не отрицают, что употребление именно этих продуктов может укрепить вашу иммунную систему. Таким образом, если разобраться, то, по сути, прямо сейчас, как бы, если вы будете употреблять эти продукты, то есть это не исправит ситуацию и не защитит вас от коронавируса. Но регулярное применение этих продуктов, оно поможет повысить ваш тонус иммунитета. И хочу еще раз повторить для всех наших телезрителей, что очень важно, в каком настроении и как высоко по тону вы находитесь, будучи в хорошем настроении и не боясь каких-то вещей, то вы действительно способны защитить себя. Ну вот, я думаю, вы следующий наш герой в хорошем настроении будет еще долго находиться. Почти 100 тысяч долларов для бариста, который отказался обслуживать клиента без маски. Необычный случай произошел в Калифорнии. Женщина, которая не смогла получить свой кофе из-за того, что на ней не было маски, решила отомстить бариста. Она опубликовала в сети фотографию молодого человека, надеясь на то, что интернет-общественность будет на ее стороне. Но все пошло не по плану. Да, люди высоко оценили ответственность, с которой бариста подошел к своей работе. И даже организовали компанию по сбору средств, чтобы отблагодарить его за отношение к работе во время пандемии. Сначала планировалось собрать не более 75 тысяч долларов. Но на специальном счете уже более 100 тысяч долларов. И деньги продолжают поступать. Тронуты такими обстоятельствами. Молодой человек говорит, что до сих пор не может поверить в происходящее. Собранные деньги он планирует потратить на исполнение своей заветной мечты. Стать танцором. Кто бы мог подумать. Я люблю такие истории, насколько... Мне же идут мурашки по телу, потому что ты посмотри, вот нереальное возможно, невозможное возможно. И то, что этот человек оказался этичным по отношению к тому, что происходит в мире, по отношению к своим клиентам. Вот так вот его вознаградила Вселенная. Ну, а актриса Марго Робби, известная по фильмам «Отряд самоубийств» и «Хищные птицы», в ближайшее время заменит Джонни Деппа в новой части франшизы «Пираты Карибского моря». Сообщается, что капитан «Черной жемчужины» Джек Вороби перестанет быть героем фильма, а его место займет девушка. Теперь главная роль в «Пиратах Карибского моря» достанется экстравагантной и загадочной Марго Робби. Сценарий новой части фильма еще пишется, но поклонники франшизы и многие кинокритики уже заявили, что Марго сможет стать достойной заменой капитану Джеку Воробьеву. Ожидается, что ни персонажи, ни сюжет новой части не будут связаны с прошлыми сериями «Пирата Карибского моря». Так что это будет новый виток этой истории, которая уже очень много лет не заканчивается. Я бы не говорил, что будет достойной замены. Наверное, все-таки бы я сказал, что это будет, наверное, другая роль, другой персонаж, на которого мы будем с таким же большим удовольствием смотреть, потому что Марго Робби уже давно известна тем, что все фильмы, которые она принимает участие, просто бьют кассовые сборы. Мне кажется, очень важное точнение. Как можно заменить... Джонни Деппо. Это Джонни Деппо или Джек Воробья. Ну и она красотка. Поэтому ждем интересного продолжения и двигаемся дальше. А единственный в России служебный корги вышел на пенсию. Любимый полицейскими и пользователями интернета пес по кличке Рыжий сам сообщил об этом на своей странице в социальной сети. Теперь Рыжий закончил свою службу в Министерстве внутренних дел России и называет себя настоящим пенсионером. На официальной странице корги в Инстаграм сообщается, что отныне Рыжий планирует активно заниматься спортом и осваивать новые дисциплины. Сейчас ему 9 лет. 7,5 лет из этих 9 он с верой и правдой служил транспортной полиции. Рыжий был лучшим из лучших. Он обнаруживал запрещенные вещества, которые пытались провести с собой пассажиры. Время службы Рыжего закончилось, и теперь корги усиленно тренируются, чтобы принять участие в соревнованиях по аджилити. Это такой вид спорта, где собаки под руководством человека проходят полосу препятствий, демонстрируя свою быстроту, проворство и, конечно же, ловкость. Также Рыжий продолжит активно вести свой Инстаграм и рассказывать поклонникам о том, как проходит жизнь служебного пса на пенсии. Сейчас за жизнью корги полицейского следят более 15 тысяч человек. Интересно, какой лапой он пишет, левый или правый? Ничего не сказано про его служивца, с кем он служил эти 7 лет, потому что я думаю, что в ближайшее время все различные публикации в Инстаграме будут как раз принадлежать этому человеку, который долгое время служил с Рыжим, а теперь будет вести его в социальные сети. Боевому товарищу. Ну что, движемся дальше. Необычная спасательная операция прошла в Америке. Пара молодых людей вызволила из пластикового бутыля, застрявшего там, маленького медвежонка. Весь процесс засняли на камеру и разместили видео в социальных сетях. Американская пресса пишет, что медвежонок вышел из ближайшего леса, засунул голову в большую пластиковую бутылку в поисках пищи и застрял. Он испугался и прыгнул в воду. Малышу повезло встретить добрых людей, которые не остались равнодушными и спасли его. Этот случай в очередной раз подтверждает, что мусор, который мы выбрасываем в неположенных местах, наносит вред окружающей среде. Даже может стать смертельным для братьев наших меньших. Подумайте об этом. Но прямо сейчас у нас реклама, после которой мы продолжим телемагазин. Оставайтесь с нами.